Вспомните, что кто-то спать ложится на земле, на холодной, на сырой, на снежной. Вспомните о ребятах, которые сегодня на передовой. Военная операция на Украине показывает, как кардинально изменились средства войны. На смену традиционному вооружению пришли средства радиоэлектронной борьбы, ПВО, оптико-электронная разведка и беспилотники. В новых условиях, чтобы обезопасить наших солдат, необходимо спецоборудование, которое стало неотъемлемой частью боевых действий. Но собранные прихожанами Рождественского храма средства, в этот раз, помимо медикаментов и продуктов питания, были приобретены квадрокоптеры, которые используются военными для разведки местности, обнаружения противника и корректировки артиллерии. Коптеры данной модификации обладают большой дальностью полета и оснащены камерой с цифровым зумом. Тем самым позволяют скрытно наблюдать за противником и различать хорошо замаскированные цели. Также были приобретены тепловизоры, которые существенно расширяют возможности военных. Вне зависимости от условий освещения и погодных условий, успешно применяются как днем, так и ночью, и позволяют бойцу увидеть объект наблюдения, несмотря на камуфляж, растительность и иные несущественные преграды. Были приобретены два подавителя дрона. Это вид вооружения, который используют военные подразделения радиоэлектронной борьбы. Такое антидроновое ружье создает помехи разведывательным беспилотникам, отключают их от пульта управления и позволяют бойцу взять контроль дрона на себя. Данное ружье обладает дальностью 1200 метров. Помощь, собранная прихожанами, была передана военным. Это офицеры, которые выполняют свой священный долг по защите нашей Родины и совсем скоро отправятся в зону военных действий. А перед этим они специально посетили храм Рождества Христова, чтобы получить благословение и духовную поддержку. По известным причинам лица офицеров не снимались. Гостей встретил настоятель храма, протерей Александр Игнатов, и от имени всего прихода передал спецоборудование. Здесь вместо магазина зарядное устройство, а так как оно хватает только на полчаса, мы взяли еще один, что это на час будет. То есть в течение часа можно как бы на 1200 метров работать для подавления дронов. Ну вот такая вот зарядное устройство, инструкция. Дай Бог, чтобы оно спасало жизни наших защитников. Спасибо Господи, Господи, от всех прихожан храма Рождества Христова. На собранные средства были закуплены мобильные кухни, которые позволяют за короткое время вскипятить воду, разогреть или приготовить пищу при использовании газового баллона и согреться. Конструкция их такова, что при их использовании не оставляют дым, и поэтому место расположения группы остается незаметным с воздуха. Такие печки, а также коптер, тепловизор, Святое Евангелие и стяги со спасом нерукотворным были переданы атаману кубанского казачьего войска Власову Александру Ивановичу. Для казаков отряда Барс-16. Ну что, сегодня мы передаем казакам 16-го, да? 16-го. Сегодня мы передаем 16-го Барса этот стяг, еще несколько стягов, тепловизор, наш беспилотник, который собирали прихожане, печки для наших казаков, ну и, конечно, нашу любовь и желание скорее победить и вернуться живыми и здоровыми домой. Спасибо большое, победа будет за нами. Спасибо, Господи. Поддержка защитников нашей Родины является важнейшей задачей для всех нас. Много неравнодушных, добрых людей стараются помочь. Каждое проявление участия – это неоценимая помощь для наших бойцов, но главное – молитва и духовная поддержка. Но этот мир зависит от нас с вами. Мы должны приближать его. Перед сном помолившись, прочитайте хотя бы один псалом из псалтири Давидовой и сделайте один поклончик за живых и в плену находящихся. Они ведь за нас там пошли сражаться. Тогда и победа будет ближе, если мы всем народом помолимся, сплотимся, объединимся и мобилизуемся на помощь. Не просто туда, если нет возможности поехать, но здесь, в тылу, приблизить нашу победу настолько, насколько это возможно.